Только по официальным данным в этом году через дежурную часть полиции города зарегистрировано 15 случаев обмана путем использования популярного сайта бесплатных объявлений. При приобретении сотовых телефонов покупатели, оплачивая таванцам, в итоге получают на почте забитые хламом коробки. В список пострадавших попадают и продавцы. Мошенники созваниваются с пользователями сайта, которые выставили данное объявление, и сообщают, что готовы приобрести выставленный имя товар путем оплаты, оплачивая данный предмет путем перевода денежных средств на банковскую карту лица, который выставил данное объявление. Для этого они просят номер банковской карты, а также сообщить сведения, которые поступили к ним в смс-сообщение, а именно код подтверждения для производства перевода денежных средств. В результате обладатель карты теряет все деньги. Списание средств с карт обладателей телефонов на базе Android с подключенной услугой мобильный банк также остается на высоком уровне. Имеют место быть и случаи обмана лицами определенной внешности. У нас в городе работают цыганки, входят в доверие в основном к бабушкам, и воспользуются их невнимательностью, с квартиры воруют деньги, либо проводят манипуляции, имитируя снятие порчи, в результате которого похищают либо золото, либо деньги. В списке наиболее часто встречаемых мошеннических действий попадаются и сайты с объявлениями о трудоустройстве, либо оказании услуг, в частности грузоперевозок. Схема довольно простая, но, как говорит следователь, очень действенная. Мошенники созваниваются с соискателем, говорят, что готовы принять на работу, либо заказать услугу. Поступает следующий звонок о том, что необходимо, просят оплатить услуги сотовой связи, либо услуги, по каким-либо причинам просят деньги в долг, обещая вернуть их при встрече. На самом деле потом оказывается, что никого на работу брать не собирается, либо грузоперевозки запланированной не было, а человек теряет свои деньги. Страдают и пользователи социальных сетей. Когда злоумышленники взламывают страницу, рассылают сообщения всем контактам и просят пополнить в долг счет телефона, либо перечислить деньги на карту. Пользователи, не подозревая о том, что страница лица была взломана, перевод денежные средства, потом оказывается, что страница была взломана, а переписку осуществляло другое лицо. Следователи просят всех горожан быть внимательными, не реагировать на сомнительные предложения на сайтах бесплатных объявлений, в социальных сетях, не пускать в дом незнакомых людей и не передавать данные банковских карт третьим лицам. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».